Два одинаковых берете. Один потяжелее, значит он будет поплотнее. Низкая плотность мякоти означает, что арбуз может оказаться как минимум перезревшим. Хотя есть и те, кто любит, чтобы мякоть сахарилась. Артур занимается арбузами уже 10 лет. Он рекомендует прижать ягоду к груди и похлопать ладонью. Идеально созревший плод передает вибрацию к грудной клетке. Я чувствую, он мне бьет сюда. Значит он будет хороший. Также бытует мнение, что у спелой ягоды хвостик должен быть высохшим до основания. Доля истины в этом тоже есть. Ну а может быть и перепорченный тоже. Сухой, то есть высохший, то есть внутри уже слякоть, мятина. Любая теория проверяется практикой. Ну вот возьмем небольшой. Есть поверье, что чем больше арбуз, тем сладче. Но это не так. Если арбуз сладкий, он и маленький сладкий. Если нет, то нет. Идеальный арбуз. Ну вот так. Середина целая, хрустящий, он аж трескается, лопается. Ягоды арбуза двуполые. Это типичный мальчик. У девочек более плоская часть противоположная хвостику. Считается, что они быстрее созревают, но сегодня это уже не так актуально. Из-за кабризов погоды арбузы в этом году появились позднее, чем обычно, но уже полностью готовы к употреблению. Валерий Артюх пришел за арбузом. Его предки жили на Кубани. Сам он переехал в Анапу из Сибири два года назад. До этого не раз бывал в Краснодарском крае. Арбузы здесь когда попробовали, мы их не ели. В Красноярске арбузы ешь и таблетку угольную сразу же в догонку закусываешь таблеткой, потому что уже желудок начинал расстраиваться. А здесь они сахарные, вкусные, ароматные, ну и поднимают настроение. Арбузы этой волны будут в продаже еще около месяца. Затем на прилавки поступит специальный осенний сорт. Так что арбузный сезон в городе-курорте продлится до конца сентября.